Здравствуйте, Анатолий, и это ответ на ваш вопрос, как определить, любит ли вас молодой человек или нет. Знаете, я бы избегал бы точных определений того, как проявляется любовь. Избегал бы я все-таки привязанности к каким-то объектам проявлений, проявлением человеческой симпатии и так далее. Потому что любовь – это уникальное чувство, которое у каждого человека проявляется по-своему. И если вам кажется, что человек вас любит, и вы рассчитываете на это, то очень может оказаться так, что он вас действительно не любит. Вел себя таким образом, что вам показалось, что он любит. Говорил вам, что любит вас, допустим, но на данном деле – любви нет. И проявится это только в долгосрочной перспективе. Тогда, когда человек встретится с вами с собой, когда человек достигнет определенной критической точки. Это может быть какой-то сложный период, это может быть несчастье, это может быть что-то еще. Тогда он поймет действительно, любит он вас или нет. Но до тех пор все будет упираться именно в симпатии. Все будет упираться в то, как человек ощущает себя. Все будет упираться, по сути дела, в эмоциональном состоянии. И от того, насколько человек умеет выражать свое эмоциональное состояние, и зависит, по сути дела, и его реакция, и ваша реакция. То есть, вы с своей стороны будете анализировать его поведение, будете смотреть, как он себя ведет. И если вам покажется, что он вас любит, то вы, безусловно, поверите и будете строить свое поведение на основании этого. И по вам будет довольно сильный удар, если выяснится в итоге, что он вас таки все-таки не любит. И вы будете изменить его, обвинять его. Он говорит, что он вас обманывал, что он вас там внушил ложную надежду и прочее. При этом человек, мужчина, он, естественно, будет обвинять вас. Потому что он не признает тот факт, что сам обманывался, он не признает тот факт, что сам не знал, как, что именно он к вам через год. Вот ему было самому хорошо с вами сейчас. И он не говорит вам слов любви только потому, что понимает, что это скажет, и кто тоже будет ответственным. ответственность, а ответственность, и возможно, он пока что боится. Отвечая на этот вопрос, знаете ли вы ему просто, или он любит вас, можно сказать так, что он, если вы этого сами еще не знаете, он этого тоже не знает. А если и знает, что что-то не дает ему вам об этом сказать. То есть при наличии симпатии к вам у него есть подручка безопасности, нет ответственности, нету обязательств по отношению к вам. При любви такие обязательства есть. и вот от того, насколько мужчина ответственен, вот от того, насколько он несет ответственность за свои послушки, за свою жизнь, насколько он самостоятельный, насколько он решительный, зависит объективно, зависит его отношение к вам. Если мужчина в жизни представляет из себя самостоятельно, вот четко знающий, почему он хочет человека, который полностью создает ответственность за свою жизнь, то есть полностью взрослый, полностью самостоятельный и так далее, причем вы понимаете его исключительно как зрелого человека, как зрелую личность, то здесь с явной долей вероятности можно сказать, что при наличии симпатии к вам, при регулярных проявлений симпатии к вам, очень большой шанс того, что он действительно вас любит. Но не говорит вам об этом, потому что считает, что может быть вы еще мало встреча, считает, что может быть вы еще недостаточно знаете друг друга, недостаточно близки, чтобы признаваться в этих чувствах. для некоторых мужчин именно признаваться в своих чувствах однозначно очень много. Они считают возможным для себя это сделать. И по сути дел, если вопрос ставить именно так, то никогда 100% гарантии никто не дал. вам не дал. А мысль не вязали в человеку, да еще или прочитать его мысли. Более того, вы даже не описали подробно, что он делает для вас, как он себя проявляет. И поскольку велика вероятность, что он сам не знает этого, то шанс очень мал. Но я хочу вам дать одну рекомендацию, которая позволила бы вам несколько сгладить углы между симпатией, да, и любовью, любое отношение к вам. Вы спрашиваете, а как он к вам относится? Зачем? Зачем вы это спрашиваете? Если он вам нравится в ответ, то есть если он вам нравится, и вы хотите знать, как он к вам относится, для того, чтобы вообще иметь представление о том, что это на него, тратит время или нет. Здесь нужно понять, что человеческие отношения личные гарантии, всегда. И если мужчина вам нравится, если мужчина, если вы хотите быть с ним, именно с этим человеком, то за свое счастье нужно бороться. Но бороться каким образом? Не ревновать, не отбивать всех возможных жен, чем других у него. Бороться нужно таким образом, просто сделать этого человека счастливым. И вот здесь вам нужно для себя спросить, что вы хотите для этого мужчины? Хотите ли вы для него счастья? Если хотите счастья, делайте его счастливым. просто просто стремите сделать его лучше. И если мужчина вас любит, если он видит в вам чувство, то он обязательно увидит ваше отношение к нему, поверит вам, доверится вам, и признается в любви. Если вы любите его, если вас не просто судьба, если вы любите его, то также вам важно его счастье. вот и стремитесь сделать ваш счастливым. Не думайте о том, как он к вам относится. Не думайте о том, что вы потеряете или выиграете от того, что он к вам относится так или иначе. Слушайте свои желания. Если вы хотите быть с этим мужчиной и делать его счастливым, делайте это так, насколько он вам позволяет. И вместе с этим не позволяйте себя унижать. не позволяйте вам с вами пользоваться. Не позволяйте вас обманывать. больше. Ведь мужчина, который видит к себе хорошее отношение женщины, такое теплое отношение, ласковое отношение, всегда имеет собраны ей воспользоваться. Всегда умеет собран манипулировать. Всегда имеет собран обмануть. Вот это допускать людей. Делать мужчину счастливым, но смотрите на его отношение к вам. Если он вам тогда говорит, начинает всегда обещать, но не делает этого, нет поступков, есть только слова, значит у него просто симпатии. Симпатии, не более того, мы с вами хорошо. Если есть поступки, значит у него что это больше, чем просто симпатии. нет поступков. Возможно и такая ситуация, когда есть любовь, но нет поступков, нет поступков. Такое тоже бывает. Тут необходимо уже в каждой проблеме ситуации смотреть по обстоятельствам, и может быть есть какое-то обстоятельство, которое мешает ему совершать поступки в отношении вас. Это может быть робость, стеснительность, сраженность, неуверенность в себе и так далее. Если такие качества у своего мужчины вы видите, то тогда ему нужна помощь с вашей стороны, ему нужна прям блин, ему нужна золчок. В этом случае вам нужно сделать первый шаг, потаснуть его, показать ему, что он вам неподличен, показать ему, что вы хотите быть с ним, может быть как-то откровенно проявить себя, чтобы он понял, что вы в нем заинтересованы, и тогда опять-таки он начнет что-то делать. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Если у вас какие-то вопросы, остались какие-то непонятные, невязанцы, кодьте задать мне их в личку, я вам всегда сразу отвечу, помогу, все расскажу и объясню. А пока желаю вам удачи, и желаю вам слышать свое сердце, потому что именно оно расходит вам ваш этот человек так или нет. И в вопросах любви следовать больше не тому, что чувствует человек вам, а тому, что чувствуете вы сами. И в зависимости от того, что вы чувствуете, и строит свое победение. Удачи!